Микс Ньюс Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работать в прямом эфире. Сейчас у нас в студии, я думаю, человек известный на большинстве наших радиослушателей и бывший министр внутренних дел, человек, который долгое время работал и в Сейме, и в Рижской Думе, и был даже какой-то период мэром столицы Дайни Стурлес. Добрый день. Добрый день. Да, конечно, я думаю, многие его знают и как специалисты по безопасности, и хотя сейчас на первый план выходят по понятной причине эпидемиологи и инфекционисты, которые пытаются с медицинской точки зрения объяснить все происходящее. Но вот мы еще до эфира обменялись мнениями и пришли к такому, наверное, выводу, что это не только сейчас понятный вопрос медицины и отсутствие пока еще вакцины и эффективных лекарств, но еще и вопрос вообще безопасности и вообще заставляет, может быть, нас и философски, и нефилософски задуматься о том, вот где мы сейчас находимся и как мы в такой ситуации оказались, потому что, как выяснилось, даже самые богатые и самые успешные страны оказались, ну, нельзя сказать, совсем беспомощные, но полностью не готовы к этому ЧП, к этой пандемии. И вот вы упомянули до эфира такую фразу «бактериологическое оружие», многие только об этом там в учебниках читали или что-то слышали, вы, естественно, как военный человек имеете большую подготовку. Вот, наверное, это заставляет задуматься о том, вот в каком мире мы сейчас оказались. Да, на самом деле, когда какое-то конкретное поколение людей встречается с проблемами локального, глобального характера, для нового поколения это всегда что новое, впервые, для поколения, которые постарше, которые знают историю, это повторение какого-то пройденного этапа. То есть, на самом деле, ничего нового нет, да? И на самом деле, мало чего нового, как говорит известная пословица, все новое – это хорошо забытое и старое. И когда в период Холодной войны усиленно не только военные, все государства занимались изучением и подготовкой к защите от оружия массового поражения, то это не только ядерное оружие и поражающий фактор ядерного взрыва и химическое оружие, но это и бактерологическое оружие, от которого, ну, страны, сильные мира всего придумывали это бактерологическое оружие, и все остальные готовились, как от него защищаться. И в всех странах, ну, в всех цивилизованных странах реально существовали планы защиты от такого рода оружия. То есть, это воспринимало серьезно все совершенно, да? И средства. Они складировались, создавались, в том числе и медицинские запасы, и вакцины. И самое главное, в государстве существовала система оповещения, обучения людей, и от меры приближения угрозы эти мероприятия или усиливались, или ослаблялись. В данном случае, ну, в этих годах и в этом поколении мы столкнулись с фактом, когда вирус попадает, люди болеют, люди умирают, а государство до сих пор ищет пути и средства, как бороться с этой угрозой. Фактически противоядие, если так можно сказать, да. Да. Если говоря вот об бактериологическом оружии. И организационные, и материальные, и идеологические, и социальные, и целый ряд. Ну, практически, я не знаю ни одного государства, которое, ну, объявило бы или могла бы хотя бы сказать, что вот да, вот мы готовы, мы знаем, как действовать. И, ну, этот вирус, я бы назвал таком вирусом власти. В первую очередь, ну, власть Польши пострадать, наверное, не могла, потому что она и так уже вся и страдавшаяся, но то, что она скрыла свою неспособность защищать общество, ну, это такой, к сожалению, болезненный факт. Еще, может быть, такой один аспект хотелось с вами обсудить. Поскольку вы работали вот в этой комиссии европейской по местным самоправлениям в Брюсселе и общались очень много, и, наверное, еще общаетесь, может быть, сейчас в удаленном доступе со своими коллегами из других стран Европейского Союза. Вот мне кажется, что вот эта пандемия еще и показала все-таки, ну, нельзя сказать, может быть, отсутствие полной солидарности, но то, что все-таки каждая страна Европейского Союза, ну, как-то действует уж очень эгоистично. При всем, я понимаю, что это, может быть, объективно так, что каждый пытается защитить своих граждан, но что мы фактически видели, да, вот когда вспышки были сначала Италия, потом Испания, ну, да, отдельные, может быть, страны, там, Германия несколько врачей посылала, но так все занят такую позицию выжидательную. Ну, ладно, посмотрим, как-то итальянцы сами что-то справятся, испанцы как-то сами, Брюссель вообще растерялся, а что, собственно, делать в этой ситуации. Не является ли это таким очень тревожным сигналом, что Европейский Союз в целом не готов вот сплачиваться перед лицом угрозы и как-то действовать сообща? Сейчас только пошли какие-то разговоры, что да, надо что-то выделить, какие-то там дать гранты, а может быть, кредиты, что надо будет возвращать. Вот такой общей политики и медицинской, и финансовой, и вот на случай чрезвычайной ситуации нет? Я бы начал ответ немножко совсем недавнюю историю вернуться. Когда в Европу лавиной пошли мигранты, миграция, но миллионная. И мне тоже была возможность тогда еще господину Юнкерсу задать вопрос, когда он клеймил позором страны, которые не хочут принимать беженцев и помогать им и так далее, и так далее, и назвал заевшуюся Европу, которая не понимает там бедности и стыдил. Я тогда ему задавал вопрос, господин Юнкерс, а конвенцию беженцев, которая определяет статус беженцев, закон о нелегальной миграции, незаконное пересечении границ, вы отменили уже все эти законы, все эти нормы, и за то, что люди нелегально пересекают границы, их не надо привлекать к ответственности, не надо разбираться, им надо помогать. То есть уже эти акты, документы не действуют, да? Да, и понадобилось два года, во-первых, чтобы понять, что такое миграция, как лавина без разбора заполняет Европу, и думаю, что Германия это очень на себя хорошо поняла, и какова реакция Евросоюза на те страны, которые скептически относились к этому вопросу, но я думаю, абсолютно объективно, и только через два года Евросоюз стал понимать, что не все беженцы, что среди них есть нелегальные мигранты, что среди них есть люди совсем не с благими намерениями, которые приходят в Европу. И вот сейчас то, что, ну, во-первых, если еще вспомнить реакцию на события Иран-Ирак, эти конфликты с Хусейном, то ждать, когда Евросоюз среагирует и примет какое-то решение, национальные государства просто не могут, они должны начинать. Есть проблема, правительства должны начинать действовать, и они обязаны действовать, и ждать, пока Евросоюз среагирует, может оказаться, что до миллиона людей это уже реакция запоздала и не нужна. Если бы у Евросоюза был бы план и знание реакции, как реагировать, что делать, я думаю, что ни одно государство не отказалось бы от такого предложения и плана. Сейчас последствия латать миллиардами, которые, ну, под разными условиями, но так или иначе их надо будет возвращать, как ни называя, думаю, что это тоже еще не план, который существует, и Евросоюз реально может оказать помощь людям, которая дошла бы до человека, которому угрожает эта болезнь, чтобы его спасти. Это есть, ну, некие денежные заплаты на непредвиденные расходы, но это не есть решение вопроса распространения болезни. Да, вот если мы от такого глобального, может быть, контекста перемещаясь в саму Латвию, мы видим, что определенные действия по поддержке, социально-экономической поддержке населения правительство предпринимает, ну, они явно недостаточны, об этом можно судить даже по среднему пособию, по простою, которое не превышает 260 евро, кому-то вообще перевели 4 евро, я не знаю, это помощь или издевательство, что это, да? И возникает тогда вопрос, а, собственно, что такое, простите, вот государство, в чем его функция? Не только ведь наказывать, туда не ходи, туда не выходи, там, сиди дома, но и действительно реально эффективно помогать, потому что, ну, никто не говорит, что нужно выплачивать там пособие десятки тысяч, но есть реальные суммы, ниже которых человек просто не может выжить. Достаточно посмотреть на счета коммунальные, там, за отопление, оплаты воды, газа, еды, самых элементарных вещей, я сейчас не говорю о чем-то, так сказать, и каких-то излишествах, и мы уже видим, что и 430, это фактически только одному, еще можно еле-еле, может быть, свести концы с концами, одному. Ну, я бы не сказал, что власть не умеет решать вопросы, но если посмотрим, по-моему, только вчера, или вот на днях наш законодатель упростил процедуру сокращения зарплаты людям. А это они могут, да. Притом себе ничего не сокращают, ни на цен, и наоборот, чиновники государственные многие получают чуть не в размере зарплаты доплату за то, что за совершенно тяжелый труд в этих условиях. А в государственных обществах капитала там зарплата в правлении 4 тысячи, 5 тысяч, 6 тысяч, а есть даже и 8 тысяч. Добавлять так добавлять, что тут мелочиться, да, пособиями. Ну, это такой юмор сквозь слезы, но и на самом деле и горько и смешно, что первые шаги правительства, когда началась эта пандемия, то первый, кто ушел в изоляцию, это был премьер, который самоизолировался. Ну, я, наверное, уже очень уже старый человек, вы его уже называли, где только я не был, и кем только не был, наверное, точно бы уже, не соответствую нынешнему времени, но по моему понятию, и в том числе и в армии, и во время войны, когда пришлось действовать, то если бы командующий при сложной установке первый бы сбежал, ну, я не знаю, что бы осталось с такой армией. Но в данном случае, когда в государстве, ну, для всего общества, для каждого человека наступают проблемы, то власть, по-моему, должна работать вообще в круглосуточном режиме, не то что изолироваться, а просто работать. Но я думаю, что те люди, которые, ну, немножко следят и анализируют события и действия, то этот вирус скрыл и тот факт, что у нас в государстве есть целый ряд институтов, которые вот в такой обостренной обстановке, они самым напряженным образом должны думать не о вирусе, как о нем спасаться, а как доказать необходимость своего существования. Потому что целые институты власти, которые просто никому не нужны, они не играют никакой роли. И, конечно, когда все хорошо, так сказать, такая гладкая паркетная жизнь, то все шлифуют этот паркет и говорят, и рассказывают, создают проблемы и сами с ними борются. Но в данном случае, ну, это, ну, такой очевидный факт, что в ряде министерств и целое министерство трудно доказать вообще свою необходимость для общества. Ну, и председатель правительства, президент, в институте которого тоже больше вопросов, чем полезности в данной ситуации, ну, хоть в этом вопросе тогда вникайте и разбирайтесь, и анализируйте эффективность власти, нужность, необходимость этих институтов, ведь на них тратится денег гораздо больше, чем на борьбу с болезнью. Это правда. Ну, и вообще, вот если говорить, наверное, о безопасности, об уроках этой пандемии, ну, вообще, и надо бы как-то подумать о том, какие резервы должны быть на случай таких. Вот чрезвычайных ситуаций, что потом не нужно было по всему миру искать маски, как будто это такой стратегический, инновационный продукт, где нужны очень высокие технологии, и где там должны работать ученые, чтобы шить эту маску. На самом деле это как бы тоже так удивительно, что в Латвии с ее производственными традициями нужно заказывать в дальние провинции Китая, отправлять за сотни тысяч евро эти самолеты, чтобы они нам эти маски привезли. Потом выясняется, я уже не говорю о том, что не те привезли и не за ту сумму привезли, это, может быть, уже вопрос к другим структурам, пускай разбирается. Ну, в этом есть абсурдность ситуации? Я хорошо помню госпожу Винтиал, когда она была в другом статусе, в Далне, и работала, и хотел бы, ну, вот так сравнить. Вот если бы что-нибудь случилось, когда не она была бы министра, а там же боролась бы с коррупцией. Да. Чтобы мы слышали, что происходит. А теперь все в порядке. Но один вопрос – это путь к власти, другой – пользоваться властью. И то, что когда на пути называют преступлениями и коррупцией всем остальным, когда ты сам в власти, оказывается, это все нормально, и даже многих контролирующих органов и вопросов нет. Все в порядке, под шумок, можно закупать все, что угодно. И деньги потратить, и за это отвечать не надо. Ну, Бог рассудит. Я думаю, что общество, если выживет, тоже еще спросит свое. Но то, что власть в лице правительства все-таки должно иметь план, а если не имеет, то в первую очередь идти не в самоизоляцию, а браться за работу и немедленно принимать меры и создавать запасы медицинские, организационные ресурсы, включить, чтобы оказать реальную помощь людям. Реальную помощь. Потом, это материальная помощь, но экономисты у нас же есть, я не могу давать советы всем, потому что не считаю себя компетентным по всем вопросам. Но то, что людям необходимо, есть все должны, от малого до пенсионера. Второе, энергоресурсы все тратят. Значит, решение правительства должно касаться именно тех сфер, которые самые чувствительные, которые оказывают самое большое влияние на общество. И только влияя на них, можно как-то оказать помощь всему обществу. А то, что там пачки с продовольствием, ну, это, извините, это отдать инициативу частным предпринимателям, общественным организациям, это добрая воля, это гуманное проявление. Но это никак не проявление действий, планированных действий власти. Власть должна оказывать действие и на финансовую сферу, на экономичную, на энергосферу, транспорт, на все то, что реально влияет на все общество. И таким образом оказывать помощь, это тогда и понятно, это тогда чувствуется, что это рука власти. А когда, ну, тогда мы очень приветствуем, что медикам кто-то собирает паёк там. Ну, и... Ну, это же не серьезно. Нет, то, что собирает... Ну, это партии могут заниматься, это добровольцы могут заниматься. Ну, и правительство, слава богу, но это же не решение проблемы. Это вообще не проблема. Надо достойную заработную плату дать медикам, да. А это уже сложнее. А это уже сложнее. Ну, вот не могу вас не спросить по поводу работы временной администрации. Рижской думы сейчас нет. Вы имеете возможность со стороны посмотреть на вот работу временной администрации. Тем более, как мы видим, временная администрация надолго задержалась. До минимум, пока там придёт Новая Дума, до конца сентября. А вдруг правящей коалиции так всё понравится, работа временной администрации. Они сказали, слушайте, ну, тут пандемия, ситуация эпидемиологически неблагоприятная. А давайте вообще выборы не проводить. В июне следующего года будет выбор в самоуправлении. Поэтому всякое может случиться. Но вот как вы оцениваете вот эту работу временной администрации? Ну, во-первых, не хочется ни смотреть в ту сторону, ни оценивать. И есть такая присказка, нет ничего более стабильного, чем временное. Чем временное, да. Я думаю, что это тому и идёт. Потому что, ну, мы уже говорили, вот правительство, ну, какие-то решения, которые бы свидетельствовали о компетентности и ответственности, трудно. А своих кадров-то в РИЧском временном управлении успешно размещают. И они не попадают под сокращение зарплат. Всё нормально. И я думаю, что это теперь такая лазейка, где однопартийцы власти, которые по каким-то причинам, ну, оказались за бортом доходных мест, можно увольнять предыдущих и таким образом размещать свои кадры. Но руководствуясь марксистско-ленинской теорией, это успешно работало при многих революциях. Поскольку сейчас многие говорят, что время такое же, ну, и действия такие же. Сколько наше общество будет способно с этим мириться? Ну, это вопрос. Это вопрос. Думаю, что так громко звучащие, ну, почти 20 лет демократические ценности, за которых мы так боролись, за которые так стояли, за которые так радовались, что получили. Ну, я пока не слышу, скажем, таких активных голосов о том, что какая-то своеобразная демократия наступила, что выборные власти, может, другая власть просто убрать, не без всякого суда и следствия. И так поступили и с мэром города Риги, так поступили и, собственно, и всей Рижской думой. Ведь нормальном, ну, если есть нормальные государства и ценности, ну, как можно выборную власть, другую власть распустить? Это какая демократия? То есть одна из выбранных... То есть избиратели практически, как и сейчас общество, в случае кризиса, это такой груз, как мне один министр в свое время сказал, говорит, наше министерство самое хорошее, не было бы еще армии, мы бы были самыми хорошими. Забывая о том, что вы же министерство именно для армии, не наоборот. И так и правительство. Вы же для общества. А сейчас общество этот груз... А получается, что одни политики разгоняют, распускают других политиков. Но это же абсурд какой-то. Ну, это... Слово нужно было бы употребить более грубое, которое, наверное, в данной ситуации нельзя сделать. Но это полный абсурд. И я думаю, что... Я был полностью уверен, что суд признает действия министра по отставке мэра города Риги незаконным. Но когда я услышал, что суд первой инстанции признал, что это законно, ну тогда о каком правовом государстве и какой демократии в нашем государстве мы можем говорить. Да. Вот тоже интересный такой момент. Все-таки завершая туристскую тему, предположим, представим, что 29 августа выборы все-таки состоятся. Пока будем исходить из этого. Вот учитывая ваш большой опыт, ведь мы понимаем, что та ситуация, которая была до этого коронавируса, до пандемии, это была одна ситуация. И политики, я сейчас не важно, от какой партии, шли к избирателю с каким-то другим, вот как сейчас модно говорит, месседжем, другим, каким-то другой программой. Сейчас нельзя сделать вид, что ничего не происходит и рассказывать населению, только не знаю о том, что вот мы тут подремонтируем, вот здесь мы там что-то сделаем. Нет, это тоже надо, наверное, и дороги нужны во время пандемии. Но вот на ваш взгляд, как должна вообще измениться повестка дня и действия тех, кто претендует на власть в Рижской думе? Я думаю и убежден, поскольку они первый день, вообще всю свою сознательную жизнь занимаются служением людям. В военной форме, как военный человек, служить государству и, в общем-то, своим солдатам в первую очередь. И так и власть, это тоже служение народу. Как бы это ни звучало, может пафосно, но это правда. Если ты идешь в политику, ты обязан сознавать, что ты идешь служить людям. И служить людям надо любя. Командующий должен любить своих солдат, даже когда он ведет бой с риском. И ничего не командующий, да? И политик, он же лидер людей. Лидер должен любить своих людей. Это первое. Если от таких общих франц перейти более конкретным, лидер, я думаю, должен обладать двумя качествами. Совестью и компетентностью. И вот нельзя плясать. Были главная проблема ямы на улицах. Вот давай теперь мэр будет заниматься латанием дыр на асфальте. Теперь вирус появился. Вот теперь надо мэра, который... Тогда будет северный ветер, нам, думаю, будет один мэр нужен, будет южный ветер. Следующий мэр... Мэр – это та величина, которая стоит намного выше любого министра. Столица, огромный организм, оно должно быть видеть, видеть свое развитие для всех рижан, для всего этого общества. И обладать, вот первое, это желанием помочь людям. И второе – компетентностью, понимать, каким законом, как развивается город, как развивается городское хозяйство, а не делать услугу ежеминутным каким-то желаниям. Все должно, хозяйство должно быть работать. Поэтому оно и огромное хозяйство. Есть департаменты, службы, которые отвечают за социальные вопросы, за инфраструктуру, за культурное, за образование и так далее. Они должны будут работать. А мэр и политическая партия, которая идет на выборы, она должна видеть развитие, перспективу, в том числе и случаи, которые мы вот сейчас столкнулись. Ведь государство, понимая риски, и которым подчинено обществу, ведь власть должна была быть готова к тем, что может быть. У нас же конкретный коронавирус новый, а разве вирус гриппа тяжелого, разве он более легкий, более простой? И что мы имеем для этого? Неорганизованную, слабую и непонятно как финансируемую систему медицинского обслуживания. Вот эти проблемы. А если город Рига, как лидер экономики, ведь без Риги экономику Латвии нельзя представить. Нельзя представить развитие нашего общества, ни культурной сферы, ни экономической, ни в социальной. Так и люди должны это понимать, что не только красивые слова, не только красивый костюмчик или галстук выведет, и главное даст гарантию, что при любых условиях или это какие-то катастрофы, или какие-то болезни, или какие-то стихийные бедствия, что общество выживет, общество сможет получить минимальные услуги во всем, что эта власть должна быть компетентна и совестна. Вот достаточно простой принцип, но без него мы никак не можем жить. Да, хорошо, что все-таки его действительно возобладал, поскольку мы находимся вот накануне таких важных исторических дат, если мы говорим о европейском, не знаю, времени, то это 8 мая, если мы говорим о московском времени, это 9 мая, я имею в виду 75 лет с момента вот разгрома нацизма, вот мы же видим, что происходит вокруг этих дат, понятно, что любая война – это трагедия, вы как человек, который носили военную форму многие годы, это прекрасно знаете, не понаслышке, но вот вас не беспокоит, что вот от самой вот этого события мы перешли в какую-то такую вот странную, не знаю, это даже не историческая дискуссия, а в какую-то войну с прошлым, и каждый там из политиков изгаляется, не знаю, в попытке переначать все, что было, да, ну вот министр обороны сегодня заявил, что это разгром нацизма, он это признает, что был, но это не победа, но вот кто-то может послушать и говорить, ну а что, как этот нацизм, он сам что из себя разгромил, и вообще ничего не было, с одной стороны, с другой стороны мы понимаем, что война принесла неисчастливое горе и трагедия многим людям, гражданским, военным на той стороне, на другой стороне и так далее, вот как вы все это оцениваете? Если бы, была бы возможность в нашем обществе, и не только в нашем обществе, я думаю, во всем постсоветском пространстве, и не только, поскольку мне так жизнь повелось, что был практически во всех европейских странах, и не только европейских, и как военный, и как политик, имея достаточно большую возможность сравнивать анализировать эти события и отношения к ним. Так вот, если бы вопрос был бы только в кругу историков, и рассмотрение только исторических фактов, это был бы один разговор, и один рассказ, и одно восприятие. Люди, к сожалению, в нашем обществе, мы не способны исторические факты воспринимать, как исторические факты, но мы их воспринимаем, как идеологический продукт, или продукт сильно подверженной идеологии. И сразу думаем, ага, вот как там избиратели отреагируют на мои... Конечно, любой политик рассуждает, это я скажу так, значит, на меня это повлияет так. Вот так. Вот мой избиратель меня не поймет. о том же на самом деле происходило, ну, теперь уже более 70 лет назад. Да. От начала Второй мировой войны и по окончании. Ну, вот я буквально вчера еще раз прочитал, пробежался по ноте, которую с началом войны, ну, вообще, нота объявления войны Советскому Союзу, которую принесла послу и передала в Берлине немецкая сторона. И там интересно, немцы сами называют грядущую войну, через несколько часов они будут уже пересекать границу, они объявляют войну и, ну, там рассказывают, по какой причине начинают войну против Советского Союза. И они там называют война национализма и с помощью второго слова национализма какой-то, да? Что-то вот такого рода, да. 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 Национализма, национализма, да, и социализма. И, к сожалению, мы и сейчас итоги продолжаем, ну, оценивать в таком духе. Забывая о том, что с конкретными людьми, миллионы, десятки миллионов сражались, был этап подготовки к войне, к войне готовился Советский Союз, к войне готовился Гитлер, оба, и Сталин и Гитлер готовились к войне. Как перед любой очень сложной партией, оба готовились друг друга обыграть. Никто не планировал сдаться. Никто. И получилось, как получилось. В результате кровополития, которую белый свет не видел до того и после того. И надеемся, что и все-таки хватит ума, чтобы еще раз не спровоцировать что-нибудь подобное. И фашизм, против которого больше половины человечества боролось, и победа над ним, он неоспорим. это есть победа. Это есть победа. И миллионы людей, которые отдали жизнь, они что, солдат, который нес эту винтовку и шел в атаку или сидел в окопах, когда на него нападает, он что, анонизировал там, не знаю, марксизм, ленинизм или капитализм и рассуждал. Он боролся, в первую очередь, за свою жизнь и боролся за те идеи, которые то конкретное государство, ему, начиная от молока матери и до вот той конкретного боя в окопах или на поле боя, с которым он жил, и этому он и погиб. И отрицать, что эти люди, которые остались живы, что мы должны с уважением относиться к ним и чтить память тех, которые погибли, но это же элементарно, это гуманно, сражались люди и на другой стороне, и мы знаем, что в нашем регионе балтийском начало войны это не такое простое, и на самом деле, когда фашистская гармания напала на Советский Союз, балтийские страны, часть Польши, ведь было оккупировано уже, и многие люди действительно понимали, что нас теперь освободят от советской оккупации, но это факт, который был, и он неоспорим, но прежде чем мы могли бы рисовать свое будущее, мы должны смириться с историческими фактами, признать то, что произошло, и перестать искать врагов нынешнем настоящем своем обществе, который имеет отличительные мнения, мы должны все-таки более гуманно относиться тем переживаниям, тем страданиям, которым подверглись все, ведь война не щадит никого, никого не щадит, щадит, может быть, только того, который со стороны может наблюдать, и как один президент большого государства говорил, будет побеждать Германия, будем помогать Советскому Союзу, будет побеждать Советский Союз, будем помогать Германии, и неплохо заработали на этом, но все остальные мы же жертвы, и и наверное неправильно, когда одна жертва на другого ну винит, что вот мы больше жертв, чем вы. Нет. Если говорить о датах, то 9 мая широко отмечается и во всем Евросоюзе, Евросоюзе это большой праздник, но другой 9 мая 1950 года Шуман объявил и Евросоюз принял этот план восстановления Европы после Второй мировой войны. Эта дата широко отмечается и я думаю, что мы тоже должны думать больше вперед, больше на будущем, чтобы наши дети, внуки, молодое поколение перестали обвинить своих сограждан, думала о том, как строить благополучное будущее. Да, потому что мы же понимаем, что и в Латвии, как вы рассказали, это же не просто какая-то война, о которых они в фильмах посмотрели, учебники, это что-то личное, лично-семейное, и к этому нужно тоже относиться с пониманием, чтобы не расколоть общество окончательно, наверное. Я думаю, что мы же не можем проехать по Латвии, скажем, 30 километров, чтобы не встретить место, где увезли семью, разрушили дом от советских репрессий, или не похоронены люди, которые пали в бою с фасистскими захватчиками. Ну, так что делить, кого закопать и забыть, или кого выкопать и потом и пытаться воскресить. Нет, мы пострадали от войны и давайте думать о том, чтобы войны не было. Это хаошее замечание в завершении нашего эфира. Дайнис Тулыш у нас был в прямом эфире. Большое спасибо. Спасибо.